Здравствуй, Томсо. Ты часто говоришь, что кадыровцы это российские служащие. Но если так взять на вскидку, то пол-республики сегодня это кадыровцы, и как будете бороться с ними? Гражданская война? Фанатики русизма оскорбляют и принижают другие национальности, расы и вероисповедания, а потом жалуются на русофобию, это лицемерие или шизофрения. В своем справедливом стремлении мы должны поддерживать, братский нам, черкесский народ. И помнить о том, что чья это земля на самом деле, какая несправедливость была в отношении этого народа, ученина захватчиками. Томсо, ассалам алейкум, республика Адыгея находится в центре Краснодарского края. Как думаешь, для чего это сделали? Алейкум ассалам. На Кавказе черкесы, это, наверное, один из пострадавших больше всего от российской агрессии народ. И то, что сделали с черкесскими землями и вообще с этим народом, это отдельная такая кощунственная история Российской империи. Мало того, что они взяли и поделили один народ, разбили его, как-то соединили его с другими народами. Вот эта вот разбивка республик, которую провели именно на черкесских землях, это вообще какая-то отдельная такая история. Как кабардинцев с балкарцами, значит, соединили, сделали Кабардино-Балкарию. Затем, значит, черкесов с карачаевцами, это Карачаева-Черкесия. Затем отдельно вывели Адыгов, значит, сделали им отдельную республику, но республика, которая находится со всех сторон, окруженная Краснодарским краем. В общем, такая, я не знаю, как они вот к этому приходили, мне сложно представить, как они положили карту и этот вопрос решали. Но очевидно, что это вообще какая-то отдельная несправедливость, проведенная на Кавказе. Конечно, черкесский народ и кабардинцы, и адыги, и все, это один народ. Это черкесский народ, это разные племена, но которые говорят на разных диалектах одного языка и являются, по сути, одним народом. И нет никаких сомнений в том, что весь этот Краснодарский край, это как раз такие черкесские земли. Что черкесы имели выход к Черному морю, в этом нет никаких сомнений. И то, что сейчас там сделали в виде этого Краснодарского края, кубанских каких-то казаков там придумали, разделили эти земли на Ставропольский край, как Краснодарский край, а адыгам дали какой-то клочок земли и посадили их там, якобы, во своя республика. Но это какое-то отдельное издевательство над этим народом. И, как мы знаем, большая часть черкесов проживает за пределами вообще Кавказа и России. То есть, эмиграции черкесов больше, чем на своей родине, на родной земле, на Кавказе. Это, конечно, та несправедливость, которая требует исправления. И мы, безусловно, должны стремиться к этому в своем справедливом стремлении. Мы должны поддерживать братский нам черкесский народ и помнить о том, чья там, чья это земля на самом деле, какая несправедливость была в отношении этого народа, учинена захватчиками. Фанатики русизма оскорбляют и принижают другие национальности, расы и вероисповедания. А потом жалуются на русофобию, это лицемерие или шизофрения. Фанатики в любой сфере, будь то в народах, в религиях, в каких-то там убеждениях, движениях, фанатизм он всегда приводит к крайности. Он всегда омерзителен. И здесь нет отличия в своей преступности, в преступности своих убеждений. Нет никакой разницы между фанатиками русистами, фанатиками фашистами, фанатиками чеченцами и кем бы то ни было. В любом случае этот фанатизм, он везде имеет страшное зловоние. Как правило, этот фанатизм приводит к ненависти и отторжению. Если с этими фанатиками начнут ассоциировать весь народ, то это приводит к отторжению. Поэтому выделять здесь отдельно русистский фанатизм, а чем лучше любой другой? Чем любой другой фанатизм отличается от их фанатизма? Томсо объясни мне, как Аджария и Абхазия имеют землю у моря, а грузины нет. Что, по-твоему, Грузия их отдала им? Это же смешно. Во-первых, Аджария это Грузия, Аджарцы это грузины, и Абхазы это тоже грузины. То, что сегодня есть оккупированная грузинская территория, и там есть отдельный народ, который сегодня ассоциируется с Абхазами, это не меняет положение дел Абхазы в своей основе, это грузины. То есть это не те Абхазы, которых сейчас именуют Абхазами, которые считаются одним из черкесских народов. На самом деле это не Абхазы, Абхазы это грузины. И та территория, которая сейчас оккупирована именно Россией, это оккупированная часть Грузии. Но даже если мы там оставим вот эти разборки между Абхазами, так называемыми, и грузинами, давай даже в это не будем сейчас влазить. Но с Аджарцами-то нет никаких вопросов. Аджарцы никогда себя не ассоциировали не грузинами, они говорят на грузинском языке. То есть если там у, скажем, сванов, у мегрелов есть какой-то свой язык, совершенно даже иной, отличающийся от грузинского общепринятого. То есть это не диалект грузинского языка, это совершенно другой язык. У сванов другой язык, у мегрелов другой язык. То у Аджарцев-то и языка другого нет. Это грузины. Здравствуй, Томсо. Ты часто говоришь, что кадыровцы это российские служащие. Но если так взять на вскидку, то пол-республики сегодня это кадыровцы. И как будете бороться с ними? Гражданская война? Ну, как вы посчитали пол-республики? Ну вот смотрите. Если мы будем исходить из официальных данных, то, значит, официальная власть говорит нам, что в республике проживает полтора миллиона населения. Допустим, все они чеченцы. Давайте лучше. Полтора миллиона чеченцев. И вы хотите сказать, что 750 тысяч это служащие? О чем вы говорите? Официально, опять-таки, будем исходить из официальных данных. Власть говорит, что 20 тысяч это силовики. Из полтора миллиона человек 20 тысяч это вот те самые служащие, о которых вы говорите. Остальных, типа, если вы хотите туда просто госслужащих в это же число вбить, то нет, я вас тут огорчу, вы не можете так сделать, потому что учитель в школе, врач в больнице, все они получают бюджетную зарплату, их нельзя причислить к этим 20 тысячам с оружием в руках, которые защищают этот российский конституционный строй. Это совершенно другая категория, мы их не относим к служащим. Это просто люди, которые зарабатывают себе на жизнь своей профессией. Они не виноваты, что сегодня Россия устроила такую государственную модель, в которой школьные учителя и медицинские работники являются бюджетниками. Это ведь не они в этом виноваты. Они выбирали для себя нужную обществу, профессию. Поэтому мы их к ним не относим. Если вы хотите просто там госслужбу, скажем, работников налоговой службы, различных министерств и ведомств, даже если вы их туда включите, даже в этом случае вы не наберете даже 100 тысяч. Поэтому нет, конечно. Все-таки вся эта власть, она держится на штыках 100 тысячной российской армии, расположенной на территории республики, и на штыках вот этих 20 тысяч кадыровских всевозможных полицейских, росгвардейцев и так далее. И вот на чем это все держится. А в остальном народ, это обычный чеченский народ. Да, кто-то являются, ведь эти 20 тысяч они чьи-то родственники там. Да, разумеется. Но опять-таки эти люди не имеют непосредственного отношения к этой службе. Родственников мы себе, как вы понимаете, не выбираем. Нет, нет, я как раз муниципальных работников туда не причисляю. Я имел в виду, что много кадыровцев с оружием в руках, которые просто так не сдадутся жить. Ну, 20 тысяч. В масштабах там полтора миллиона населения это много, 20 тысяч. Ну, это как бы сказать, что их мало, будет неправильно. Их, конечно, много. Но это далеко не, даже не треть, не четверть народа. Вот в чем дело. То есть, если мы в процентном отношении посмотрим, то предателей их как бы очень мало. И самое важное, что даже среди этих 20 тысяч, это ведь не одиозные все там. Большинство из них, это просто конформисты, которые там пошли на службу, потому что это престижно, за это платят. Ты пользуешься какими-то льготами. Но как только запахнет жареным, они оттуда все свалят. За Кадырова умирать из них большинство не захочет. То есть, сколько из этих 20 тысяч будут такие вот прям реально одиозные, матерые кадыровцы? 10% если будет, это уже хорошо. Для них в смысле хорошо, для кадыров. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok